Поэтапный переход видов деятельности на онлайн-кассовые аппараты начался с 2015 года. В 2020-м это обязательно почти для всех налогоплательщиков, в том числе и тех, кто работает по патенту. Акмолинские предприниматели достаточно активны. На сегодня почти 98% представителей бизнеса приобрели такой аппарат. По словам специалистов, онлайн-кассовый аппарат стоит в пределах 60 тысяч тенге. И что самое интересное, эти деньги можно вернуть за счет определенных льгот. Будет применена льгота. При издаче отчетности будет списываться сумма по индивидуально-подоходному налогу, если она превышает 60 тысяч тенге. Льгота будет применяться к тем налогоплательщикам, у которых исчисление суммы ИПН превышает сумму более 60 тысяч тенге, но не более чем на 50% от исчисленной суммы налога. Данная льгота будет действовать в течение 2019 года только для тех, кто успел приобрести кассовый аппарат в 2019 году. Стоимость покупки онлайн-ККМ будет зачтетена в оплату подоходного налога. Специалисты налоговых органов сегодня говорят об альтернативе платным онлайн-кассовым аппаратам. Это разработанное мобильное приложение, включенное в государственный реестр. Оно работает на любом мобильном устройстве. Среди преимуществ онлайн-аппаратов – контроль своего бизнеса. Не выходя из дома, вся информация передается и сохраняется в режиме реального времени. Чеки, выбитые на онлайн-кассовых аппаратах, должны содержать следующие сведения. То есть это первое наименование налогоплательщика, ИН или БИН организации или индивидуального предпринимателя, далее идет число выбитого чека, порядковый номер выбитого чека, далее идет сумма выбитого чека, также фискальный признак. Специалисты налоговой службы призывают всех предпринимателей, которые не осуществляют уже деятельность, закрыть ИП и кассовые аппараты, иначе будут применены серьезные штрафы.